Как выбрать систему здорового питания при таком количестве противоречивой информации на эту тему? Это второе видео серии о восстановлении энергии и сегодня, как вы уже догадались, поговорим про еду. Я поняла, что мои проблемы с питанием связаны не с отсутствием мотивации или правильных целей, а с недостатком системы. В книге Tomic Habits, которую мы уже обсуждали, говорится о том, что системы важнее целей. То есть, если, например, у спортсмена нет грандиозной цели победить, но при этом он придерживается правильной системы, то его шанс добиться победы выше, чем если бы, наоборот, цели были бы большими, но система бы отсутствовала. Мы скорее сваливаемся до уровня своих систем, чем возносимся до уровня своих целей. Что касается систем питания, то они настолько конфликтуют между собой, что иногда просто теряешься и не знаешь, чем питаться. И я хочу предложить суперпростой и наглядный инструмент для того, чтобы сбалансировать свою диету. Метод тарелки изначально был предложен Министерством сельского хозяйства США. И, как всегда, с советами о еде нужно следовать за деньгами. Так что неудивительно, что в системе, предложенной Министерством сельского хозяйства, обязательным пунктом было молоко и молочные продукты. Позже Гарвардская школа общественного здравоохранения предложила собственную доработанную версию тарелки, которую они назвали тарелкой здорового питания. И в этой версии уже вместо молока обязательным пунктом идет вода. И оговаривается, что не все цельнозерновые и белки равны и есть более и менее здоровые. Прелесть этого инструмента в том, что его можно использовать как ориентир и легко адаптировать под себя. Например, я в основном придерживаюсь растительного питания, поэтому моя тарелка может выглядеть так. Овощи. Чем разноцветнее и свежее, тем лучше. И это не крахмалистые овощи, то есть картошка не считается. В качестве цельнозерновых кино часто я использую гречку, белки – это хумус и тофу. Также я добавлю квашеную капусту в качестве пробиотиков. Ореховый соус – это арахисовая паста, смешанная с соевым соусом и кокосовым молоком. Немного семян льна, куркумы. Но вы понимаете, что это условно и в зависимости от того, что есть в холодильнике и личных предпочтений, эта тарелка у каждого будет выглядеть по-своему. Кроме того, для проверки своего питания на правильность я использую список ежедневных ингредиентов доктора Грегера. Кстати, если не читали и не слышали, очень рекомендую почитать его книгу «Как не умереть». И у него есть много информации в открытом доступе. Сайт переведен на русский. И это, пожалуй, один из самых исчерпывающих источников о здоровом питании. А сам Грегер – один из самых этичных экспертов по питанию. Все доходы от продаж его книг и выступлений идут на благотворительность. Он регулярно разоблачает корпоративные интересы. По его словам, вы не найдете конфликтующей информации о том, что дважды два – четыре, потому что за арифметикой, в отличие от еды, не стоит многомиллиардной индустрии. И хотя эта книга о растительном питании, у меня не возникло ощущения, что мне навязывают веганство. Грегер с научной взвешенностью объясняет связь между питанием и основными болезнями на Западе и дает рекомендации по продуктам, которые помогают предотвратить и даже вылечить эти самые заболевания. И в том числе это 12 ингредиентов здорового образа жизни. Бобовые, например, хумус – любимое блюдо нашей семьи, или чечевица. Ягоды – отличный антиоксидант. Фрукты. Крестоцветные овощи, например, брокколи или цветная капуста. Зелень. Другие овощи. Семена льна – я их добавляю везде. Орехи. Специи. Он особенно рекомендует куркуму. Цельные злаки. Напитки. И движения. Этот список с указанием порции можно распечатать с сайта. Он, кстати, есть и на русском. И повесить на холодильник. Но я просто скачала бесплатное приложение. В нем удобно галочками отмечать то, что ты съел. И можно подробнее посмотреть информацию о каждом из ингредиентов. И это все на сегодня. Повторю, что эти инструменты – это скорее ориентиры, а не догма. Но почему бы не поэкспериментировать? Хуже точно не будет. А лучше, судя по аномально положительным отзывам на эту книгу, может быть. Пусть еда будет лекарством. Но кто сказал, что оно не может быть не только полезным, но и приятным. Здоровых и вкусных вам выходных. До следующего видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok